9 мая 73-я годовщина Великой Победы. По всей стране пройдут праздничные мероприятия. 8 мая у памятника Героя Советского Союза Константина Сергеевича Заслонова состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Уважаемые товарищи, война это очень сложный процесс. Но мы, белорусы, совместно с российскими братьями многонациональной России смогли победить. И не только победили, но и освободили несколько европейских стран. Позвольте мне еще раз вас поблагодарить со Днем Победы, пожелать всем вам хорошего здоровья, всякого благополучия. И самое главное, все, чтобы наша молодежь смогла принять, перенять вот именно наши традиции. Разрешите поприветствовать прежде всего вас, уважаемые ветераны. Конечно, поприветствовать вас, уважаемые коллеги и всех присутствующих на сегодняшнем митинге. Несколько слов о том, что волнует. Вот мы уже сейчас накануне 73-й годовщины Великой нашей Победы, и вроде бы какие могли быть вопросы. Но, к сожалению, назову их так определенным кругам, назову их определенным дядям, не имется. Пытаются исковеркать нашу победу, переписать ее уроки, переписать историю и исправить нашу память в свою сторону. К сожалению, кое-где это им удалось. В Белоруссии этого не будет. Не будет факельных шествий, фашистских молодчиков, торжественных митингов, эсэсовцев. Не будет этого. Друзья, мы победили благодаря стойкости, мужеству и героизму всего советского народа. И в том числе воинов на передовой, партизан, подпольщиков и, конечно, тружеников тыла. Друзья, но победили мы еще. Потому что с нами были такие личности, как Константин Сергеевич Заслонов, Евгений Коржень, Зоя Космодемьянская, Зина Портная, Александр Матросов, Марат Козей, Юрий Морозов. Это я назвал только малую толику этих личностей. Поверьте, их намного больше. Ни десяток, ни сотни, их тысячи. И они известны, и мы будем помнить. И это важность этого мероприятия, помните. И мы будем помнить о них, и будем говорить. И я, конечно, с удушевлением говорю, спасибо деду за победу. Друзья, хочу вам пожелать здоровья, добра, процветания и, конечно, мирного неба над головой. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый, клёр зелёный, лист крестной. Я влюблённый, искущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый, ресной. 73 года прошло после обвенчания Великой Отечественной. Это была самая жестокая, самая кровопролитная война, которую знало человечество. Миллионы жизней она унесла. И самое печальное в этой войне то, что большая половина погибших были мирными жителями. 73 года мы живём в свободной стране. Но мы должны помнить и чтить память тех, кто отдал жизнь за эту свободу. Мы должны всеми силами стараться сохранить историю, которую хотят сейчас перекроить хитрые политики Запада. Утверждает, что Советский Союз в этой войне внёс только маленькую толику в победу. Мол, основная заслуга – это западных держав в победе над фашизмом. Но мы знаем, что это было не так. Мы знаем про крупнейшие войсковые операции, где немцы теряли огромное количество и живой силы, и техники. Мы с вами должны помнить и чтить тех, кто остался лежать в земле, добывая нашу свободу. Поэтому в эти праздничные дни хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в жизни. С праздником вас, дорогие товарищи! С Днём Победы! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.